Тайна реликвий Здарова ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для начала следует вам рассказать, что эта Ранабэ на данный момент затрагивает территорию шести королевств. Рамирион – королевство людей, Аквилию – эльтов, те же эльфы, Леса Пафлагон – территорию нонов, Аверинов – королевство Веск, Волгаст – владение гномов, и Дломатарий – территории таких существ, как орки, гоблины и троллей. Все эти королевства подписали мирный договор о ненападении, и под крылом каждого был артефакт – один из шести тайных сундуков, способности и содержимое которых никто не знал. Сами реликвии были обнаружены еще в древних временах шестью существами каждой расы. Открыть они их не могли ни силой, ни с помощью ума, и поэтому эти тайные сундуки были поделены между собой, дабы каждая раса могла сохранить столь закадочную реликвию от рук зла. Время шло. Судьба шести королевств протекала своим чередом, тихо и мирно, но продолжалась так недолго. В одной из шахт королевства Веск, богатой кристаллами, незаметно явилась группа гномов, которые прибыли сюда за теми самыми магическими кристаллами. На плечах у этой расы лежало проклятие, из-за которого они были падки на этот ресурс. Можно даже сказать, были одержимы ими, вот только купить их у королевства Веск они не могли, так как вторая сторона просто не желала продавать им кристаллы ни за какие деньги. Возможно, это была их мания величия, или это был хитро спланированный план. Однако именно поэтому гномы были вынуждены вторгнуться на тяжую территорию и в прямом смысле красть желаемое. По воле случая они были замечены аверинами, которые после направили на грабителей стражу. Такая оплошность оказалась фатальной для этой группы гномов. Хоть они и были достаточно сильными воинами, но вот противостоять нескончаемому войску аверинов они были не в силах. И дабы не дать пропасть всему зря, гномы решили вручить добытый ими кристалл одному из их товарищу, которого они направили бежать прочь и жить свою жизнь так, как ему захочется. В надежде, что с этим магическим кристаллом он сможет открыть светлое будущее всей расти гномов, завалив после их путь для отступления, чтобы позволить ему уйти от стражи как можно дальше. Оставшиеся товарищи сражались изо всех сил в этом сражении, пока не были схвачены и закинуты в темницу, в ожидании суда на собрании шести королевств, где теперь будут решать судьбу этих изменников, которые нарушили подписанный мирный договор и поставили под угрозу будущее всего Граалиуса, на котором расположены те самые шесть королевств. Гнома же, успевшего избежать гнусной участи, звали Доври. После случившегося у него на душе была тоска, и дядя тернистым путем полным опасности, он хотел достичь королевства Рамириона, дабы там погрузиться в изучение кузнечного ремесла. На этом изнуряющем пути гном повстречал главного героя Асмунта, который смог приютить беглеца у себя дома, несмотря на то, что слухи о нарушителях за это время разлетелись по всему Граалиусу. Доброе сердце простого хлебороба соизволило помочь гному добраться в замок Асбиран, для того, чтобы и самому получить возможность отыскать своего отца, который состоял в армии королевства Рамирион, и от которого уже долгое время не было ни слуху, ни духу. На этом пути Асмунд добыл последнюю информацию о своем отце, но добравшись в замок Асбиран, их схватили рыцари, гнома как врага, который нарушил мирный договор, а его спутника как изменника, который помог врагу. За то время после вторжения гномов, запустивших цепочку событий, начало действовать само зло. Королевство неприступных гномов Волгаст было захвачено армией нежити Некроманта Глаумара, дезертира из Ордена Волшебников, который сейчас, объектив раздор орков, гномов и троллей, восседал на троне Дламаратии. Глаумар был ужасным существом. Почему, спросите, не человеком? Поскольку его тело превратилось в мертвеца с жалкими остатками гнилой плоти, Некромант создавал многочисленную армию живой нежити и готов был воспользоваться кем угодно, даже если придется убить детей или кого-нибудь другого. Ведь в итоге они же и пополняют его армию скелетов. Целью его являлось шесть тайных сундуков, собрав которые, вместе они явят седьмой, способного сотворить то, что пожелает его владелец. Глаумар хотел создать мир, где больше не будет места живому, и для достижения этого он спланировал все до мельчайших подробностей. Когда же свершился суд уже над полной группой гномов вместе с Доври и Асмунда, на заседание которого пришли почти все правители королевств, кроме Дламаратии и короля Волгаста, естественно, по известным нам причинам. На этом суде случилось непредвиденное. Правитель Веска, который и привел сюда вторженцев, убил Клигевилью, королеву Эльтов, тем самым вывел из игры достаточно сильное царство Аквилии. После такой непредвиденной выходки, убийца сбежал с помощью магии телепортации, зародив тем самым зерно войны. Ведь, как оказалось, правитель Аверинов Сайрон Симонс уже давно присоединился к Некроманту и отдал реликвию своей расы. Теперь в руках зла находилось уже три сундука из шести. В связи со случившейся обстановкой, из-за мягкости нынешнего наследника Аквилии и ноны, не желающие сражений, они отдали на сохранение своей сундуки в замок Асбиран, как самой неприступной крепости из всех королевств. Этих самых гномов с Асмундом заключили в темницу у Рамириона до того момента, пока не свершится их казнь. Но из-за старых примитивных темниц, повстречав нового товарища мастера кинжалов Владика, им удалось сбежать, спрятавшись в лесу Гальвидел. Там-то наш главный герой впервые столкнулся с нежитью, после убийства которых, тело скелета вновь возвращали свою первичную форму людей, но только уже порубленные на куски варша. Поскольку, уничтожая нечисть, они тем самым изуродовали и тела превращенных. Данная жестокость зародила в Асмунде новую цель – попытаться найти способ, который позволит превратить нежить обратно в людей. Хотя это на первый взгляд, как считали его товарищи, было невозможным. Выйдя из леса Гальвидел, путь героев разделился. Группа гномов направилась в королевство Аквилии, дабы попросить помощи у эльтов в назревающей угрозе в лице Глаумара. А Асмунд вместе с Владиком и Доврем направились к руинам Лавариот, куда, по слухам, отправился отец главного героя. В этих руинах Асмунд и вправду нашел своего отца. Вот только он был в плену у правой руки некроманта – Аургельмира. И вместе со всеми пленными он дожидался своей неизбежной судьбы в виде безвольной горстки костей. Асмунд попытался предотвратить это, но из-за неравенства сил, хоть им и удалось вместе прогнать Аургельмира, но из-за спрятанного у него в рукаве туза в виде огромного тролля. Все без исключения пленные были раздавлены неуклюжими движениями противника. Даже главные герои были бессильны против этого монстра, если бы шум этой битвы не привлек внимание Эльтки по имени Вилария, которая рассекла на две части огромного тролля, возможно, даже и наши герои тоже бы были растоптаны, как и те, кого они так отчаянно пытались спасти. Это сражение с последствиями кучей трупов раскрыло Асмунду глаза. Теперь, направляясь в Пафлагон, герои намерены противостоять планам некроманта, и светловолосая Вилария еще удивит вас своей сущностью. Сам же Глаумар в это время вовсю сражался с королем Бельговерта, который очень грамотно чинил сопротивление осаждающему крепость противнику. Некроман же знал местонахождение последних сундуков. Они были в крепости Асбиран, так как на каждой стороне присутствуют предатели, и он не исключение. Но именно поэтому, обманув Бельговерта своим якобы слабым войском, как только у противника закончились припасы для сражения, Глаумар вывел сокрытую в лесу большую часть войск, и в буквальном смысле сокрушил неприступную крепость Асбиран. Своих противников он безжалостно убивал одного за другим, и с помощью обмана выведал, где были сокрыты сундуки. Теперь в его распоряжении были все шесть реликвий. Сейчас некромант держал путь в руины Лавариот, но вот ему еще нужно будет найти ключи к этим самым реликвиям. Предстоит решающее сражение. Главные герои будут чинить сопротивление. Однако это вам, ребятки, предстоит узнать самим. Это была лишь малая часть той истории в Ранабай Тайна Сундуков. Даже представленный злодей может не являться финальным. К тому же вам предстоит поподробнее узнать о самих главных героях, внутри которых также идет борьба между добром и злом. Данная Ранабай читается довольно легко, а уж когда начнется основное действие, вы и сами втянетесь в данную историю. Я лишь мельком познакомил вас с этим тайтлом, упуская достаточно много, дабы чуть меньше не спойлерить вам. Также автор Ранабай Тайна Сундуков начал и манго-адаптацию своими усилиями, и в этом начинании здесь ему еще есть куда стремиться. Но даже такие тайтлы, как Атака Титанов и Башня Бога, тоже вначале имели огрехи, а потом со временем улучшили свое качество. Как минимум, вы уже можете ознакомиться с Ранабай Тайны Сундуков, в котором более чем подробно описаны как окружение, так и главные герои. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучше благодарностью, а также забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.